Друзья, в предыдущих видео мы с вами проговорили, что такое запоры, почему они возникают и самое главное, мы выяснили, что они лечатся. Смотрите предыдущие видео наши с Тимофеем Леонидовичем, там ответы есть на многие ваши вопросы. А сегодня хотела бы тебя спросить вот о чем. В чем вообще суть лечения запоров? Ведь далеко не всегда возможно откорректировать питанием, о котором, кстати, мы уже говорили, повторяться не будем, смотрите наше предыдущее видео. Суть лечения запоров очень проста. Это учащение частоты похода в туалет и размягчение кишечного содержимого. Если у нас не получается добиться этого эффекта, нормализации образа жизни, питания, то есть у пациентов все равно беспокоят запоры, мы начинаем применять медикаментозную терапию. А медикаментозно у нас есть несколько классов препаратов с разными механизмами действия. Начинаем мы, как правило, с так называемых объемообразующих препаратов, которые собой представляют, если очень просто, концентрат, большой концентрат, то есть в маленьком объеме препарата содержится огромное количество вот этой самой грубо волокнистой клетчатки. О которой мы, кстати, тоже уже говорили. Да. И, собственно, опять, большому количеству пациентов этого вполне достаточно. Значит, если по разным причинам этого недостаточно, мы можем... Либо не подходит препарат, такое тоже бывает. Да, такое тоже бывает. Да, любой препарат, абсолютно любой, не только в гастроэнтерологии и коллапрактологии, в абсолютно любой специальности, к сожалению, пациенту может не подойти. Именно поэтому препаратов так много. Мы можем усилить отток, желчь отток. Таким же образом, как клетчатка, будем за счет желчных кислот стимулировать перистальщику. Мы можем заняться флорой или, например, произвести, грубо говоря, подкормку нашей собственной флоры, которая существует. Либо можем провести так называемую энтеросепцию, то есть уничтожение условно-патогенных организмов, которые мешают вот этим всем процессам. Либо можем просто завести новых полезных микроорганизмов в желудочно-кишечный тракт. То есть потребляя пробиотики? Абсолютно там. Это так называемые препараты, влияющие на флору. Дальше мы можем оказать прямое воздействие на перистальщику, так называемые препараты прокинетики, которые напрямую работают в нервно-мышечных узлах толстой кишки и, соответственно, усиливают передачу сигнала. С нейрона на глоткую мышцу. И тем самым усиливается перистальтика. Но здесь имеется существенный минус таких препаратов. Да, во-первых, это небезопасные препараты для длительного применения. И самостоятельные. И самостоятельного приема. Они помимо того, что усиливают... Ну, чтобы просто понятно было. Они помимо усиления нервно-мышечной передачи в толстой кишке, в меньшей степени, но все же усиливают нервно-мышечную передачу, в том числе и в сердечные мышцы. Что может привести у людей, у которых есть какие-то сопутствующие проблемы, например, к нарушению ритма. Кроме того, в больших дозах эти препараты проникают через гематоэнцефалический барьер, нарушают работу головного мозга. Поэтому это, в отличие от, например, тех же объемообразующих препаратов, не настолько безопасная история. Но все их очень любят, такие препараты. Они же свободно в аптеке продаются и их рекомендуют. И мы их днем, днем и ночью. Уже такая серьезная проблема с пациентом обсудить, что несмотря на то, что ему этот препарат помогает, его все время пить не нужно.